С вами Николай Пивненко. В проекте Дата сегодня 10 октября. Международный день психического здоровья. Или Всемирный день. Отмечается с 1992 года по инициативе Всемирной Федерации психического здоровья. Ну а теперь о родившихся. 1813 год. В этот мир приходит Джозеппе Фортунино, Франческо Верди. Итальянский композитор, мастер оперного жанра, который создает высокие образцы психологической музыкальной драмы, как пишут критики. Основу творческого наследия Верди составили 26 опер, многие из которых вошли в мировую музыкальную сокровищницу. Ригалетто, Турбадур, Травиатто, Аида, Отелло, Фальстав. Каждую его новую оперу называли гениальной, величайшей и непревзойденной. Джузеппе Верди говорил, мое имя пахнет эпохой мумий. Я сам высыхаю, когда только бормочу это имя про себя. Так ворчал композитор на исходе жизни, устав от триумфальной славы и грома аплодисментов. Фритьев Нансен родился в 1861-м. Норвежский полярный следователь, первым пересекший Греландию на лыжах, лауреат Нобелевской премии 1922-го. В Карском море Нансен открыл несколько островов и три небольших архипелага. Знаменитый полярник посвятил себя не только науке, но и общественной деятельности, за что и был удостоен Нобелевской премии. Значительная часть его деятельности непосредственно касалась нас с вами, России. Именно Нансен был организатором помощи голодающим по Волжье. В 1984 году родился Павел Дуров, российский программист, который потом стал создателем социальной сети ВКонтакте. Событие дня. 1577 год. Пушечный приказ объединяет все существующие в крупных городах пушечные избы и ранее созданный в Москве пушечный двор. Введение нового учреждения было производство артиллерийских орудий и снабжения войск боеприпасами. Пушечный приказ стал исторической предтечей главного ракетно-артиллерийского управления Министерства обороны России. 1698 год. Петр казнит стрельцов. Они были давними врагами царя. Еще в мае 1682-го стрельцы выступают на стороне царевны Софьи. Той же осенью они участвуют в заговоре боярина Хованского. Но правительство царевны подавило их выступление. Тогда мятежные полки были переведены из столицы в провинциальные города. Когда же власть перешла в руки Петра, он окончательно перевел стрельцкие полки на границу в Азов и на польско-литовскую. Стрельцы были очень недовольны своим положением. Стоя на границах в тесноте, получая скутное довольствие, да еще и грязь, они буквально роптали и посылали в Москву за вестями. А чего же им ждать далее? Когда до них дошли слухи, что царь находится за границей, они поднимают бунт и движутся к Москве, к своим семьям и хозяйствам. Намереваются они возвести на престол ту самую царевну Софью. На встречу восставшем были высланы четыре полка и дворянская конница под командованием Шейна и Гордона. В конце июня под Новоирусалимским монастырем на реке Истри стрельцы были разбиты. 57 человек казнены, остальные отправлены в ссылку. 1865 год. Американец Джон Уэйс Лихаят патентует бильярдный шар. Он первым нашел замену использовавшимся до того исключительно шарам из слоновой кости и выиграл 10 тысяч долларов в проводившемся конкурсе. 1917 год. Принятие ЦК РСДРП большевиков решения о подготовке вооруженного восстания. За резолюцию об этом самом восстании голосуют Ленин, Свердлов, Сталин, Троцкий против Каменев, Зиновьев. А еще спустя год декретом Совнаркома подтверждается изданный в конце 17-го года народным комиссариатом просвещение декрет о ведении нового правописания. Исключаются ятиеры, апострофы и так далее. 1932 год. Состоялся торжественный митинг, приуроченный к пуску первой очереди пяти энергоблоков Днепровской гидроэлектростанции имени Ленина на Днепре у города Запорожья, ниже Днепровских порогов. Этот день принято считать официальной датой ввода станции в эксплуатацию. Однако первую электроэнергию Днепрогэс выдает 1 мая 1932 года, праздничный день, когда в 6.30 утра был пущен первый агрегат гидростанции. Монтаж оборудования закончен в апреле 1939-го. После запуска девятого гидроагрегата станция выходит на проектную мощность, а это 560 тысяч киловатт. 1939 год. Подписание договора о взаимной помощи между СССР и Литвой. Советский Союз передает Литве город Вильнюс и Вильнюсскую область, которые Красная армия заняла после нападения Германии на Польшу. Взамен Литва разрешает СССР разместить небольшие гарнизоны в городах Вилейки, Алитус, Приенай и пользоваться 8-ю посадочными площадками для авиации. Ранее подобные договоры были подписаны с Эстонией 28 сентября и Латвии 5 октября. 1943 год. Указом Президиума Верховного Совета СССР учреждается орден Богдана Хмелицкого 1-й, 2-й, 3-й степени. Орденом награждаются командиры и бойцы Красной армии и военно-морского флота, руководители партизанских отрядов и партизаны, которые проявили особую решительность и умение в операциях по разгрому врага, высокий патриотизм, мужество и самоотверженность в борьбе за освобождение советской земли от немецких захватчиков. 1948. Успешные летные испытания. Первый советской управляемой баллистической ракеты дальнего действия. Р-1, которая создана под руководством Королева на базе немецкой Фау-2. 1982. Папа Иоанн Павел II причислил к лику святых Максимилиана Кольбе, священника-францисканца, который отдал жизнь за другого человека. Сын немца и польки Кольбе, философ по образованию, выступал одновременно против масонства, коммунизма, капитализма и сионизма. С началом войны включился в организацию помощи скрывавшимся от оккупантов. В мае 1941 попал в Освенцим, где в июле один из заключенных его барака пропал. Позже оказалось, что он утонул в выгребной яме. По установленному порядку 10 его сокамерников подлежали помещению в карцер, откуда обратного пути не было. Один из отобранных забился в истерике. Почему я, у меня жена, дети? Они останутся сиротами. Из строя вышел Кольбе и сказал «Герр Гауптштурфюрер, я одинокий и хочу умереть вместо него». Ну и самое последнее событие. 1886 год. Первый смокинг надет в Нью-Йорке своим создателем. В 80-х годах 19 века Дизраэли предложил придирчивому обществу экзотический туалет для курения – смокинг, что в переводе с английского означало «одежда для курильщиков» всего-то навсего. Тогда этот наряд представлял собой шелковый халат с шалевым воротником и обшлагами из атласа. К нему прилагалась небольшая шапочка с кисточкой. Чтобы скверный запах табака не вызывал обмороков и негативных эмоций, у присутствовавших на приеме дам мужчины переодевались в новый туалет в специально отведенных для курения комнатах. И смокинг, и шапочка предназначались для защиты одежды и прически от въедливого дыма. Более того, пепел от сигар, падавший на шелковые лацканы, не оставлял следов. Таким образом, в зал возвращались благоухающие, а не дурно пахнущие джильтмены. Ну а мы с вами помним всегда, что курение действительно опасно для вашего здоровья. С вами был Николай Пивненко в проекте «Дата».